Без кота и жизнь – плохая тема 10-го открытого конкурса изобразительного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мне кажется, ребятам это близко. Тема благодатная и с точки зрения декоративно-прикладного творчества, и с точки зрения изобразительного искусства. География конкурса «Волшебники из Убрудного города» становится всё шире. В этом году свои работы прислали более 300 человек. Среди них есть участники из Татарстана, Чувашии и Республики Коми. Лучшие работы поместили на выставку, которая продлится до конца весны. Один из лауреатов конкурса, чья работа представлена на экспозиции – Владимир Железнов. Мальчик рассказал, каким он видит своего кота. На этом рисунке изображен кот, который, видимо, уронил этот цветочный горошок. И сейчас с таким видом, как будто он хочет сказать, что это не я сделал. Следующий конкурс пройдёт в ноябре. Организаторы уже определились и с темой. Работы будут посвящены профессиям. Приём заявок начнётся в октябре. Юлия Ткачук, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.